7 класс 17 серия признак делимости на 11 давайте найдем сумму цифр стоящих на нечетных местах если начинать с разряда единиц 4 плюс 2 плюс 9 будет 15 теперь надо найти сумму цифр стоящих на отчетных местах 1 плюс 1 плюс 2 это будет 4 из большего вычесть меньше из большей суммы вычесть меньше получается 11 11 делится на 11 значит и вот это шестизначное число делится на 11 то есть если разность сумм число кратное 11 значит многозначное число делится на 11 признак делимости на 13 давайте определим делится ли на 13 число 8060 отбрасываем последнюю цифру и к числу 806 надо прибавить учетверенную отброшенную цифру 0 умножить на 4 это 0 значит получилось 806 плюс 0 806 теперь отбрасываем последнюю цифру 6 и к числу 80 надо прибавить учетверенную вот отброшенную цифру 80 плюс 4 умножить на 6 это 24 получаем 104 записываем 104 теперь отбрасываем цифру 4 и к числу 10 прибавляем 4 умножить на 4 то есть 16 получается 26 число 26 делится на 13 значит и 8060 тоже делится на 13 обобщенный признак делимости на 7 11 13 произведение этих чисел 7 на 11 на 13 то есть число надо разбить на тройки начиная с разряда единиц давайте вот это число разбиваем вот эта тройка это будет число 395 здесь только две цифры значит двузначная 31 из большего вычесть меньшее значение этой разности 364 а теперь надо проверить число 364 делится ли на 7 давайте сначала проверим делится ли на 7 это число можно представить в виде суммы 350 это слагаемое точно делится на 7 плюс 14 второе слагаемое тоже делится если одно слагаемое делится второе делится значит и сумма делится значит 364 делится значит и вот это пятизначное число тоже делится по признаку делимости на 11 находим находим разность сумм складываем 3 плюс 4 это 7 минус 6 1 1 на 11 не делится теперь давайте проверим делится ли на 13 число число 364 364 отбрасываем цифру 4 и к числу 36 прибавляем 4 умножить на 4 16 получаем 52 52 на 13 делится итак применяя обобщенный признак делимости на 7 11 13 мы выяснили что вот это число на 7 и на 13 делится а на 11 не делится давайте проверим число 10 миллионов 200 тысяч 300 делится ли на 7 на 11 и на 13 разбиваем на тройки это будет 300 это 200 а здесь только две цифры значит это 10 складываем тройки стоящие на нечетных местах значит 300 плюс 10 310 отнимаем 200 получается 110 а теперь надо проверить число 110 делится ли на 7 на 11 и на 13 на 11 делится потому что вот 11 110 если разделить на 11 будет 10 делится ли на 7 давайте это число представим в виде суммы первое слагаемое делится второе второе не делится значит 110 не делится теперь давайте проверим делится ли на 13 отбрасываем последнюю цифру получаем 11 теперь опять отбрасываем последнюю цифру и к числу 1 прибавляем 4 получается если к единице прибавить 4 получается 5 на 13 не делится значит это число делится на 11 а на 7 и на 13 не делится первая задача какую последнюю цифру надо приписать к числу чтобы число делилось на 13 давайте будем применять обобщенный признак делимости на 7, 11, 13 разбиваем на тройки теперь находим сумму чисел стоящих на нечетных местах пропущенную цифру обозначим за х значит это будет 500 плюс х 500 плюс х прибавить 203 так а здесь будет 502 плюс 1 значит из большего надо вычесть меньшее получаем 200 плюс х надо так чтобы число делилось на 13 200 разбиваем на слагаемые 130 делится на 13 65 делится на 13 остается 5 плюс х так вот чтобы делилось на 13 значение вот этой суммы тоже должно делиться на 13 если х будет равен 8 5 плюс 8 13 тогда будет делиться и так в конце надо записать цифру 8 тогда вот это многозначное число будет делиться на 13 задача 2 может ли произведение цифр натурального числа равняться 16 926 по обобщенному признаку делимости на 7 11 13 находим значение вот этой разности и видим что вот это число будет делиться на 13 значит в виде произведения цифр натурального числа представить невозможно потому что будет один из множителей этого числа число 13 а цифры принимают значение от 0 до 9 включительно в десятичной системе счисления значит ответ нет не может задача 3 докажите что существует бесконечно много простых чисел доказательство проведем от противного допустим ограниченное число простых чисел не бесконечное множество а какое-то конечное множество допустим наибольшее из этих простых чисел допустим n перемножая все простые числа и прибавляя к этому произведению единицу мы получим еще одно простое число потому что оно не будет делиться ни на одно из данных простых чисел и так множество простых чисел бесконечно повторим модули и параметры сколько решений имеет уравнение модуль x равняется а параметр а значение параметра а может быть положительное отрицательное может быть 0 поэтому надо рассмотреть все эти случаи если а число положительное значит раскрывая модуль мы получим что x равен а или x равен минус а два решения будет если а 0 то тогда x равен нулю одно решение а если а число отрицательное тогда вообще решение нет потому что модуль не может принимать значение отрицательное так ответ записываем в три строки если а положительно два решения если а равно нулю одно решение а если а меньше нуля решений нет и еще одно задание на модули и на параметры сколько решений имеет данное уравнение задание похоже на предыдущее и так надо рассмотреть вот тот случай когда 2а принимает положительное значение 0 и отрицательное единственное что вот здесь под знаком модуля x минус 1 то есть это задание немножко сложнее и записываем ответ итак если а положительно то будет два решения раскрывая модуль получаем одно решение а затем знаки надо поменять на противоположные второе решение если а 0 надо приравнять к нулю x минус 1 вот выражение под знаком модуля единственное решение x равен 1 а если справа от знака равенство число отрицательное решение нет отрицательное решение то есть